Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Начнем с официальной хроники. В понедельник в городской администрации прошло первое организационное заседание Совета городского округа город Кумертал 4-го созыва. По традиции подобные заседания проходят с участием городской общественности и представителей от региональной власти. В городском совете 4-го созыва, как и прежде, 20 депутатов. Председателем Совета был избран Олег Астахов, его заместителем Анатолий Лапин. С напутственным словом к новому депутатскому корпусу обратился председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. Мы не сомневаемся, что вы оправдаете оказанное горожанами доверие. Плодотворные вам работы на депутатском поприще. Здоровья и успехов во всех начинаниях, на благо жителей нашего города и республики Башкортостан. В Ковергазинском районе неделя также началось заседание Совета. Как и в городе, соседи проводили первое организационное заседание. Председателем Совета избран Леонид Богатырев, а его заместителем Рауф Намазгулов. На неделе в городе начались и заседания призывной комиссии. Как прошло первое заседание, знает мой коллега Константин Меркушев. 5 октября в здании военного комиссариата прошла первая призывная комиссия в рамках осеннего призыва. Началась очередная осенний призыв. Мы, город Кумертау, традиционно отличался в числе лучших. И занимал прошлый год мы второе место, позапрошлый год первое место среди военкоматов республики. Эти места ведь определяется не просто так, а потому что по определенным критериям качество отбора призывников для службы в вооруженных силах. Это одна из лучших в нашей медкомиссии. Одна из лучших в республике, потому что у нас нет возвратов с военкомата при отправке призывников. Если весенний призыв был отправлен около 120 человек, то этой осенью по плану военкомата число призывников должно вырасти до 140 человек. Мы всегда справлялись. У нас есть ресурсы подростков. Есть он в городе. проводятся в городе медицинские профилактические обследования. То есть мы пытаемся на ранних стадиях все-таки выявить подростков призывного возраста, и чтобы уже до призыва как-то постараться восстановить здоровье. Ну, резервы есть, поэтому я так думаю, что и в этом году мы с планом о отправке тоже справимся. Согласно обязательной процедуре, в отношении всех призывников будет решаться вопрос об отправке вооруженные силы, либо о предоставлении срочки по уважительным причинам. Сначала каждый потенциальный солдат прошел медицинское освидетельствование, а затем был приглашен на комиссию. На удивление, желающих отправиться в армию было достаточно. Только за первый час работы комиссии двое кумертауских ребят с уверенностью заявили, что готовы служить. Армия учит нас быть мужчинами, быть защитниками своего отечества, родины. Учит, вообще она закаляет дух, мне кажется. Ощущения нормальные, как всегда. А что у нас там? Служить в армии, защищать родину. Мальчишки настроены позитивно. Сегодня приятно было видеть, задавая многим вопросы о желании служить в армии. Они говорят, да, желаю, мы готовы. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы таких было больше. Эта призывная комиссия продлится до 31 декабря 2016 года. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Отслужить в вооруженных силах Российской Федерации долг каждого настоящего мужчины. И это отнюдь не лозунги для призывной кампании, а, пожалуй, устойчивое выражение, которое возвращается в сознание молодежи спустя постсоветскую разруху, в том числе и в умах. На неделе город посетил главный военком республики Игорь Харченко. Военный комиссар отметил отличную поставленную в городе военно-патриотическую работу. Один из примеров – это клуб «Гефест». Город очень мне понравился, потому что виден здесь порядок. Я посетил много городов в Башхире. Очень приятно, что здесь и руководство города заботится об порядке в городе и о его процветании, и движении вперед. Есть цели, идеи. Клуб «Гефест», который мы посещаем сейчас, я, в принципе, первый такой вижу, насыщенный исторической памятью, экспонатами. Это очень приятно, что я попал в эту республику. Гостеприимное, приятное. И из них, наверное, один из первых городов умер. Меры по профилактике гриппа должны быть приняты до начала подъема заболеваемости простудными и вирусными инфекциями. Об этом говорили на совещании, которое провела заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Делать прививку от гриппа или нет? Ежегодно население стоит перед выбором. Мнения неоднозначны. С одной стороны, нужно защитить организм от возможной болезни. С другой, есть сомнения, не принесет ли прививка вред. Специалисты же уверяют, вакцинация является единственным способом защиты от вируса. Вопросы, связанные с профилактикой заболеваемости гриппом, обсудили в администрации города совместно с медицинскими работниками и представителями санитарно-эпидемиологической службы. Инфекция гриппа ежегодно меняется, поэтому нет сомнений в том, что медики, инфекционисты работают ежегодно и предлагают всему населению быть привитыми от очередной модификации вируса гриппа. В этом году для предотвращения эпидемии нужно привить 40% населения, отмечают специалисты Роспотребнадзора. На сегодня вакцинации охвачено порядка 25%. В основном это люди, входящие в так называемую группу риска. Это медицинские работники, специалисты сферы образования, дети. На данный момент за счет средств федерального бюджета по группам риска у нас привито 16 330 человек. Это люди, которые включены в национальный календарь профилактических прививок. Всего выделено из федерального бюджета 19 880 вакцин. У нас имеются рекомендации о том, что отчисленности населения для предотвращения эпидемии необходимо привить 40% отчисленности населения. Люди, не входящие в группу риска, прививаются за счет собственных средств или организованы от предприятий и учреждений. Прививку необходимо делать в медицинском учреждении, имеющем право на проведение такой процедуры, к примеру, в городской поликлинике, поскольку вакцины требуют специальных условий хранения и транспортировки. Заместитель главного врача Рима Нигматулина отметил, что применяемые вакцины включают в себя все актуальные штаммы вирусов гриппа. Прививки можно делать в сентябре-октябре. За 2-3 недели организм должен выработать иммунитет. Кроме всего прочего, участники совещания обсудили и схему работы образовательных учреждений в период возможной эпидемии. Одеяло, пледы и кофты теперь можно убирать на полку. Все жители города получили отопление. Как отлаживают отопительную систему, специалисты обслуживающих организаций знает наша съемочная группа. В городе Кумертау продолжается разворот системы теплоснабжения. В настоящее время возможность подключения к системе получили почти все жители города. Во всех домах запустили отопление. У нас прошло отопление все в срок, все нормально, без каких-либо каузусов. Сейчас отрабатываются заявки по ликвидации воздушных пробок. Это частично и уже в каждой квартире, постоячно. А в целом запуск прошел хорошо. По информации теплосетей, в этом году в соответствии с нормативами отопительный сезон в городе начался 15 сентября. В первую очередь получили тепло объекты муниципальной бюджетной сферы. Детские сады, больницы, поликлиники и учреждения с круглосуточным пребыванием людей. А с 4 октября началось подключение многоквартирных жилых домов. В многоэтажных домах начался пуск с 4 октября. Именно на нашем участке начался пуск тепла с 5 октября. На нашем обслуживании находятся 42 жилых дома. И во всех уже дали отопление? Да, именно во всех домах дали отопление. Разворот системы теплоснабжения города проходит по графику. Кроме того, специалисты также напомнили собственникам жилья, что если в их квартирах не работает один или несколько стояков отопления, то необходимо обращаться в управляющую организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда, для регулирования системы отопления дома. Но бывают и другие экстренные случаи. Так, по адресу Гуфури 28, во время запуска отопления произошел порыв тепловой системы. В некоторых домах, более старых, более ветхих, у нас происходит во время запуска порыв тепловой системы отопления. Вот эти дома с верхней разводкой, у нас поэтому пришлось на чердаке менять частично сгоны, сгоны вентиля. Поэтому приходится работать, допоздна работают наши люди. Вы сами понимаете, лето прошло, и кое-кто в квартирах меняли свои частично разводку свою по квартирам, радиаторы. Поэтому потревожили где-то систему, и поэтому происходят протечки, вот такие аварийные ситуации. Но ничего страшного, мы с этим справимся. Это не единственная проблема подачи тепла. Основная же – отсутствие жителей последних этажей многоквартирного дома. Хозяев таких квартир нет дома, из-за этого страдают соседи по подъезду. Но самая большая проблема – это попасть на пятые этажи наших жилых домов. Что вот когда мы производим запуск, мы все стараемся через все системы информации людям сообщать, что придите, кто живет на пятых этажах, и у кого стоят краны Маевского на системе центрального отопления, появитесь домой. Чтобы мы не разыскивали через паспортные столы, через милицию. Чтобы пришли, спустили воздух, и соседям хорошо, и соседи довольны. И нам, как говорится, меньше забот, и хлопот, и люди будут с теплом. Подача тепла продолжается. Осталось подключить к системе теплоснабжения административные здания и предприятия города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». 5 октября преподаватели всей страны получали поздравления в честь профессионального праздника. В Кумертау день учителя отпраздновали в ДК «Рассвет». Там прошел праздничный концерт. Моя преподавательница, она добрая. Хорошо все объясняет. Мы ее все любим. Мой учитель Кондратьевна Снампавловна. Она очень хорошая, очень хорошо объясняет, всему может научить. Я желаю ей терпения, удачи, любви, здоровья. Моя учительница в школе Гульгина Рожаповна, она очень добрая. Я желаю ей счастья, здоровья, любви, радости, чтобы она нас терпела, чтобы она не болела. Поздравляю своего классного руководителя с Днем Учителя Красноперова Валентин Петровна. Желаю ей счастья и успехов в личной жизни. День Учителя – это праздник всех педагогов, вкладывающих свой труд в развитие каждого ребенка, в его подготовку к самостоятельной жизни и, конечно же, в выбор своей жизненной дороги. За профессиональные достижения сотрудникам образовательных учреждений города были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Татьяна Ивановна Бородина, учитель русского языка и литературы, муниципального, пюджетного, общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа номер 6, городского округа города Кумертау, Республики Вашкортостан. Благодарю Вас за преданность к своему делу, за Ваш профессионализм, за гуманизм, за готовность к вкладыванию всю свою душу в воспитание и развитие каждого ребенка. Благодаря Вашему труду возрастает интеллектуальный потенциал нашего города, республики, страны в целом. От учителей зависит очень многое. Родители часто не могут уделять детям столько внимания, сколько на своих учеников тратит преподаватель. Потому и родители, и дети постарались сделать этот день ярким и праздничным для учителей. Также виновников торжества поздравила исполняющая обязанности директора казенного учреждения управления образования Наталья Быкова. Желаю Вам всем крепкого здоровья, берегите себя, не задавайте много уроков, чтобы интернет не пестрил такими записями. Вечер уроки выучили. Мать охрипла, сынок облох, соседи все выучили наизусть, собака пересказала. Для Валентины Сидоровой профессия учителя значит очень многое. Она еще со школьного возраста стремилась участвовать во всех школьных мероприятиях. И когда после окончания учебно-производственного комбината встал вопрос о будущем профиле, она, не раздумывая, выбрала педагогику. Потому что мне очень нравились дети, мне очень нравилось с ними общаться. Ты подпитываешься от них энергией, остаешься, можно сказать, молодой, идешь в одну ногу со временем, с ними тоже нет. Но думаю, что профессия учителя – это очень перспективная профессия в плане того, что вообще не с молодежью. Они тебя стимулируют, ты их стимулируешь. То есть ты являешься для них примером. В этот вечер прозвучало множество добрых слов и душевных поздравлений от учащихся. А также своими яркими музыкальными выступлениями учителей порадовали сольные исполнители и танцевальные коллективы. Каждый из присутствующих с искренней теплотой и сердечностью смог вспомнить своих педагогов. Когда проведут малыши по просту, космический прыг корабли по веку, и, может быть, вспомнят у звездных миров, о нас, воспитателям детских садов. Мне запомнилась, конечно же, моя классная руководитель, которая нас свела с пятой по одиннадцатый класс. Это замечательный учитель русского языка и литературы Дивейкина Елена Анатольевна, которая привела нам огромную любовь к литературе, которая выучила нас русскому языку. До сих пор мы не знаем никаких проблем с этим. Я желаю ей здоровья, прежде всего, чтобы еще много-много лет она учила детей, прививала свою любовь предметам. Я желаю ей огромного терпения, потому что без терпения учителям, к сожалению, сейчас приходится очень тяжело. Ну и творческих успехов каждый год все больше, больше и больше. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Самые оригинальные поздравления учителям, конечно же, делают учащиеся в стенах учебных заведений. Утром 5 октября Константин Меркушев отправился в 9-ю школу, чтобы поздравить учителей и увидеть, как это делают нынешние ученики. Среда, 5 октября. В школе номер 9 стал очень радостным, торжественным и насыщенным днем. С самого утра учителя принимали подарки и поздравления со светлым праздником – Днем Учителя. Поздравляем! Таким оригинальным подходом подошли к поздравлению школьники. По словам учащихся, они ежегодно придумывают неординарные поздравления своим преподавателям. Знаете, такая фишка. Просто охота была как-то с утра поднять настроение. В принципе, это такая маленькая, ну, да, всего несколько слов, но они так просто заряжают. И эта конфетка, она прям радует их. У нас каждый год по традиции 11 класс организовывает праздник для учителей. И каждый год мы их так встречаем, то есть задаем вот этот темп этого праздника. Каждый день учителя не похож на предыдущий. Меняются годы, поколения, обстановка в мире, но неизменно остается одно – труд учителя. Кумертауские традиции, честность педагогов в их профессиональный праздник существует много лет. Это не просто праздник профессионализма, а праздник, наверное, призвания души и сердца, потому что в школе посторонние люди никогда не работают, они не задерживаются. Поэтому я могу сказать, что сегодня в моем коллективе работают самые замечательные, самые лучшие педагоги, которые преданы своему делу, любят школу, школу номер 9, любят детей. И сегодня мы немножечко получили возможность благодаря празднику немного отдохнуть. Сегодня у нас 12 класс, это у педагоги, а наши дети с удовольствием заняли наши места и ведут уроки. В школе сейчас тихо, в школе хорошо, тепло. Море прекрасных каких-то праздничных моментов сегодня получили педагоги, мы, наверное, еще их получим. Для Ангелины Сагиновой это первый в жизни профессиональный праздник. Она является выпускницей школы номер 9. Закончив с отличием педагогический институт, Ангелина Николаевна устроилась работать в родную школу. Все очень прекрасно, все чудесно. Дети поздравили, родители с утра поздравили, очень приятно. Не каждое утро вам дарят цветы. Все было прекрасно. Каково это вообще первый твой профессиональный праздник? Ответственно. Все равно, хоть все равно, хоть праздник, все равно надо идти на работу, надо также держать маску, также улыбаться, также детей учить. Но необычно. Именно в этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки. Устраивают концерты и по традиции проводят день самоуправления. Мы сегодня ведем у второго Б-класса, так как у первых классов не ведутся уроки. Класс нам достался послушный. Сдаем им очень сложные примеры, которые учителя им никогда не задавали. Все-таки решают. Удивительно. Мы думали, они не смогут такие решить, но решили. А как ты так решил издать такие сложные задания? У них есть впечатляющие? Ну, как привыкать им надо, потому что... Сейчас программа усложняется с каждым годом, поэтому надо заранее готовить уже к таким примерам сложных. Первый раз он... Первый я тяжело, если честно, потому что класс попался еще самый маленький. Тем более, некоторые бывают, выкручиваются, пытаются показать себя на публике. Вот, тяжело. Надо свистеть, надо кричать им, чтобы они поняли. А так, в принципе, интересные, занимательные. День самоуправления понравился не только новоявленным педагогам, но и тем, кто остался за партой. Старшие товарищи преподают нам как к друзьям. Относятся не как к учителя с высока, а относятся более, как бы так, дружески. И помогают нам, потому что понимают, каково нам это. На этом праздничный день не закончился. В этот день поздравили и учителей-ветеранов, посвятивших свою трудовую деятельность именно девятой школе. Очень приятно мне здесь находиться, очень приятно. Вы меня, знаете, душа радуется, что я вижу всех сейчас вот здесь за столами. И разговор у нас будет длинный и интересный. Когда я иду в моем школе, я здесь живу, я всегда останавливаюсь, как перед храмом. Все свои силы, всю свою энергию. Мне было очень много энергии, я отдавала школе. Я занималась не только классом, я занималась общественной работой в школе. На город работала, выступления всевозможные. Мы всегда гордимся девятой школой. Сегодня с ним учителя поздравили учащиеся и преподаватели. За многолетний труд и новаторство за заслуги, за внесенный вклад в образование общеобразовательного учреждения, наградили почетными грамотами ветеранов. Слова поздравлений в этот день звучали из уст каждого ученика и ученицы. Цветы и хорошее настроение школьники дарили педагогам. Талант учить и воспитывать не приносит больших материальных привыльей. Но есть люди, которые не могут без этого жить. Такие педагоги идут на работу с радостью и удовольствием, любят детей и школу. Наверное, каждый родитель хочет, чтобы рядом с его ребенком находились именно такие люди. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Осень – отличное время для посадки саженцев. Работа – это интересно, тем более для детей. Свои первые деревья высадили в пятницу учащиеся 13-й начальной школы. Учащиеся 13-й начальной школы имени Мухаммеда Искужина этот день запомнят надолго. Они стали участниками экологической акции по посадке саженцев. О неравнодушном отношении к природе ребятам и другим горожанам будут напоминать деревья. Мероприятие приурочено ко Дню Республики. Решение об озеленении территории 13-й школы было принято Исполкомом Курултае-Башкир. Экологическая акция проводится Исполкомом Курултае-Башкир ежегодно. Это наше традиционное мероприятие. И мы его посвящаем всегда Дню Республики, чтобы наша республика процветала. И ежегодно мы сажаем деревья в разных учебных заведениях, в детских садах. Мы сажали в Башкирской республиканской гимназии номер 3, в детском саду номер 8 Айгуль. И в этом году мы решили подсадить красивые деревца в начальной школе номер 13 имени Мухаммеда Искужина. Посадочный материал для проведения акций предоставлен администрации города и станции юных натуралистов. Экологи считают, что акция организована своевременно. Пришкольный участок нуждался в обновлении. Мы посчитали, что поскольку здесь в основном преобладают березы на территории этой школы, что необходимо, ну и тем более они уже зрелого возраста достаточно, пораженные даже некоторые деревья водянкой на сегодняшний день. Поэтому посчитали, что необходимо восполнять постепенно вот эти вот угасающие, скажем так, деревья. Соответственно, из этих соображений мы приготовили именно саженцы березы в первую очередь, в большем количестве. Ну и, конечно же, для декора, так скажем, для украшения территории необходимые рябины. Ребята вместе со взрослыми посадили десятки берез и рябин. Одни подносили саженцы, другие копали лунки, третьи носили воду. На помощь младшим школьникам пришли и старшие товарищи из Башкирской республиканской гимназии номер 3. Айнур Кадимов когда-то учился здесь в начальных классах. Он говорит, что очень приятно приходить в родную школу и совершать полезные дела. Я охотно вместе с друзьями пришел в эту школу, чтобы помочь нашим маленьким друзьям, нашим учителям и Курултаю. Это все делается на пользу, так как мы помогаем природе, сажая эти маленькие деревца. И также показываем пример нашим маленьким ребятам. Рады проведению акции и хозяева учебного заведения. Территория, имея зеленые насаждения, с годами не утратит свою красоту. Тем более, что школа находится в центре города. Такое объединяющее мероприятие. Все с удовольствием пришли, никто не отказывал. И наша школа красивая. Территория ухоженная. Но мы бы хотели, чтобы она была еще лучше, еще краше. И чтобы мы все гордились нашей школой. Учащиеся и педагоги 13-й начальной школы обещали организаторам акции ухаживать за саженцами. В завершении мероприятия традиционный фото на память. Айгуль Мухаммедшина, Сергей Николаев. Новости. 11 октября Башкортостан отмечает День Республики. По этому случаю во всех городах и районах пройдут торжества. В Кумертау уже 7 октября был дан старт праздничным мероприятиям. Подробнее о торжественном событии в репортаже Константина Меркушева. Сегодня город Кумертау отмечает один из главных государственных праздников – День Республики. Торжественное событие началось с открытия процедурного кабинета в микрорайоне Восточный. На открытии присутствовали первые лица города Кумертау. Почетное право разрезать красную ленту предоставилось исполняющему обязанности главы администрации Борису Беляеву, председателю Совета городского округа Олегу Астахову и главному специалисту по сестринскому делу Министерства здравоохранения Ирине Засыпкиной. Силами строительной фирмы «Акрополь» и работников больницы был произведен ремонт помещений. Теперь к услугам жителей ежедневно будет работать забор крови для анализов. Процедурный кабинет и прием врача по неотложной помощи. К врачу-терапевту можно будет обратиться с острым заболеванием, а также с обострением хронического заболевания. После открытия процедурного кабинета делегация направилась в дворец угольщиков. Именно там развернулось главное торжество. Показательные выступления кадетов перед входом и выстроенный живой коридор произвел большое впечатление на гостей. В фойе официальных лиц уже встречал фольклорный коллектив народными танцами и песнями. Гости из города Баймака также представили картинную галерею. Мы очень рады, что отделка пригласила нас на этот праздник. Люди здесь очень приветливые, открытые. Мы представляем выставку картин художника-живописца Забира Тувалева. Глядя на эти работы, мы видим, какой край у нас красивый. И мы рады поздравить всех горожан этого чудесного города с этим замечательным, удивительным праздником. Давайте, друзья мои, почаще выезжать на природу, наблюдать, радоваться и быть в гармонии с ней. В единстве наша сила. Во все времена единение народа было, есть и будет. Эта знаменательная дата имеет особое значение для всех жителей республики. Это все народы, мы дружно живем в этой стране, в этой республике. Мы все как одна семья, в единстве. По-моему, вот наше единство, дружба – это очень большой успех нашей республики. В зале – руководители, представители трудовых коллективов, организации и предприятий города. Почетные граждане, ветераны, руководители общественных, политических, религиозных организаций. С праздником всех собравшихся поздравил исполняющий обязанности главы администрации Борис Беляев. В преддверии государственного праздника республики Башкортостан желаю всем нам здоровья, семейного благополучия, успехов в реализации наших планов. Поздравляю вас с праздником мира и добра всем жителям республики. За поздравительную речью следует приятная миссия награждения. Медалью славы и честью первой степени Русско-Православной Церкви удостоился Борис Владимирович Беляев. Умные аплодисменты! Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт, в программе которого самые яркие и красочные номера творческих коллективов. Время, послею время, недельское время, нам надоели, книжки постели, ваши советы. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Бесплатное цифровое телевидение сейчас, можно сказать, неотъемлемый атрибут жизни современного человека. С середины сентября оно в тестовом режиме стало доступно и Кумертаусам. А в минувшую пятницу на концерте в честь Дня Республики прошла официальная презентация начала цифрового вещания в Кумертау и ближайших населенных пунктах. Презентовали представители российской телевизионной и радиовещательной сети. Кумертау первые 10 каналов, они не вещали какое-то время? Это почему? Ну, у нас вещание проходило в тестовом режиме, шел процесс настройки, отладки. Вот, думаю, после сегодняшнего официального запуска таких перебоев уже не будет. Но, все-таки, у нас техника имеет свойство ломаться, но мы вовремя устраняем эти повреждения. Цифровое телевидение – это, конечно, бесспорно качественная картинка, хороший звук, отсутствие помех и основное преимущество – бесплатность. Отмечу, что зона покрытия цифровой вышки во многом зависит от рельефа местности, но в среднем Кумертауский передатчик покрывает 20-25 километров. Но вот пока позволяет погода, мы призываем у телевизора не засиживаться, тем более, что в городских парках и скверах есть чем заняться для людей разного возраста. Это прогулки, пробежки и даже тренажеры, если хотите. В предвыборный период мы не рассказывали, дабы некоторые не посчитали это за рекламу, но в рамках партийного проекта «Единая Россия» оборудовала тренажерами площадки двух Кумертауских парков. Выборы прошли, а реальные дела остались в подтверждении Гульнас Филатова. Для реализации подобных проектов в первую очередь руководством партии организовывается сход граждан, на котором собираются заявки от жителей города о том, что нового они бы хотели видеть в нашем городе. В 2016 году в результате рассмотрения заявок от горожан было решено установить по 20 спортивных уличных тренажеров в городских парках. В микрорайоне Восточный парк коммунальников выбрали как сравнительно новый и развивающийся, и парк имени Гагарина в центре города, как наиболее популярный среди молодежи и пожилых людей, ведущих здоровый образ жизни. Потренироваться приходят не только жители многоквартирных домов, находящихся рядом с парками. Преподаватели школ организовывают для учащихся спортивные мероприятия на площадках, где школьники с удовольствием осваивают тренажеры. Чем хороши эти тренажеры, тем, что, во-первых, они у нас для разновозрастных групп. Вы видите, что они делятся на цветовой гамме, то есть красный с желтым – это для детей младшего возраста, синий с зеленым – это для взрослых людей, и третий вид тренажеров – это для маломобильных групп, то есть для людей-инвалидов. Каждая группа может позаниматься, найти себе тренажер по душе. Сейчас тренажеры пользуются немалой популярностью. В дневные часы, пока дети в школе, а взрослые на работе, уличный спортзал пустует. Но в утреннее и вечернее время на площадках всегда оживленно. Тренируются с заметным воодушевлением не только дети, но и взрослые. Проходили мимо, удивились, нам понравилось, попробовали. Хотелось бы постоянно заниматься теперь. Очень рады, но жалко, что только в этом году это у нас в городе. И кто это сделал, огромное им спасибо. Огромное. Татьяна Шульга посещает тренировочную площадку вместе с внуками. С самого ее установления в парке. Сейчас Татьяна легко определяет, каким возрастным категориям соответствуют тренажеры по цветам. Приобщает внуков с самого детства к спорту и тренируется сама. Нам очень нравится. Спасибо всем, кто это придумал, кто это сделал в нашем городе. Хотелось бы, конечно, чтобы такие тренажеры стояли не только здесь у нас в парке в Восточном, но и в каждом дворе. Вообще замечательно, кажется, очень нравится нам. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Что ж, это была последняя информация выпуска. Отличного начала вам новой рабочей недели. До встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин